Всем привет, дорогие друзья! Вы на развлекательном игровом канале Уртелла, с вами Михаил, и мы продолжаем Курсейдер Кингс. В прошлой серии мы, успешно использовав хитростей, тонкостей, дипломатии и всей той международной связи, которая творится во Франции, помогли королю Роберту Английскому. Он завладел двумя провинциями во Франции. Вообще, это уже становится довольно опасным, конечно, но таким образом Англия стала большой, достаточно опасно большой, на самом деле. Короля этого, хотя и отлучали от церкви, тем не менее он смог вернуть себе, вернуться в волну церкви, после чего я тут же объявил войну за независимость и в ответ за помощью в войне Роберту, позвал Роберта на помощь в войне за независимость. В то же время у нас в ванну севастали эти ребята, но война кончилась ничем, а теперь он долгое время еще будет сидеть тихо. Никаких фракций тут ничего нет, к тому же я освободил из темницы графа Нанта, он, конечно, стар, но... У него есть клейм на Анжу. Я думаю, что я воспользуюсь этим клеймом, как только у нас станет достаточно денег. Вообще, у нас сейчас, конечно, хватает денег на то, чтобы собрать войска и все такое, но мы сейчас можем собрать достаточно мало воинов, и это меня печалит. Так, мы улучшаем отношения у нас умер с епископом, мы улучшаем отношения с новым. И нам нужно ждать, 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 еще раз ждать, потому что графство Анжу, у него здесь куча воинов сидит. Поэтому мы просто ждем, пока нас станет достаточно много. Я хочу своих собственных мостов тоже чипа откопить, потому что у меня, как видите, вообще ни о чем. Так, страсть между мной и Ингрид. Все еще, между нами все еще есть страсть. Мэг, ну, так сказать, мэг уже пылает от ее прикосновений. Огонь и страсть, в общем... Он очень счастлив. И есть 10% шанс, что он умрет от счастья. И 40% шанс, что он станет хатливым. А у нас родилась еще одна. Еще одна ребенок, дочь. Хорошо, она умер, хатливый. Так. Говорит, моя работа в Анжу увенчалась успехом, и я сфабриковал клейм. Так, мы можем заплатить 8 золота и 100 престижей, и кончить клейм. Так, давайте еще раз все взвесим. Так. Так. У меня здесь уже не считается все, что у меня сидит. Кроме того, он еще герцог Берри. Но это не считается, потому что на самом деле... Да, Юра Берри занимает вот это, и это нифига не пилот. У него сегодня граф. И у него как-то отношения с этим графом очень плохие. Так что ему никто не поможет. Я думаю, мы можем смело сказать использовать. И давайте не будем тянуть, чтобы объявим его в войну. По своим собственным претензиям. Потому что... Сколько можно ждать? Сейчас мы соберемся с Силуном. Так. Что такое? Наша дочь. И нужно обучить, чтобы кто-то ее обучил. Хорошо. Кто это будет? Пусть это будет наши бабушки. Отверлимся на войну. Так. Граф. Корноли умер. И на его место, чего? От дневмонии похоже. Он говорит, что он играет в дневмонии. Вдем он играет в дневмонии. И все наследовал его сын. Да, так и написали. От дневмонии. Немного хорошего. Господи, у нас тут опять... Ну что поделать? Давайте, наверное, запустим. Что, у нас с осады же идет? Пусть с осады идет. Ой. Ой-ой-ой, жаль. Наша мамушка умерла. И она не может больше... В возрасте, в жизни, в жизни, в жизни. Она больше не может обучать девушку. Бедная, в шесть лет так. Так. Ладно. Пусть тогда ее будет обучать... Пусть тогда ее будет обучать... Ну, живи, да? Так. Мы можем позвать союзников, но... Ну, нет. У нас не поддержка. Так. Инфраструктура церкви. И у нас есть один. Кого еще можно позвать? Больше никого. Ладно. Теперь нам нужно назначить много... Главу... Разведки и шпионажа. Вот этот хочет. Но он... Ну, физик вообще... Ко мне пустится. Хотя он нам 14. Ну, 54 года ему не будет. Ничего страшного. Нам сейчас важно расследовать все заговоры, чтобы... Все было ровно. Так. Вас стало уже недовольным. Изрядно. Ну, а что поделать? Нас едва едва больше, чем... Осажденных, поэтому... Это будет долго. Мы получили наследство. От баб... От нашей мамочки. И это, в общем, прикольно. У нас теперь есть деньги, чтобы что-нибудь построить. И в крайнем случае нам хватит на наемок. И на... Кажется, там вам понедельник нужно платить, да? А, нет. В месяц. Раньше было неделями. Так что... Восемь, семь, в семь в неделю. Ну, этого хватит еще 5-4 на год. Мы сможем их нанять и собирать целый год. Так что, в крайнем случае, мы справимся. Можешь на беременном? Сколько можно? Теперь это уже немножко перебудет. Ты не находишь? Конечно, хотел детей, но тут слишком много. Победа. Ой! Ой-ой-ой! 6 декабря. Бежим. Отступаем. 6 декабря, блин, я 9-й только смогу уйти. Плохо. Попали в передрягу наемники. Наемники наши все. Только мы успели. Только мы успели. У них подбой и дух вообще не к черту. Мы вон как мы поддаем неплохо. А при таком количестве мы сейчас победим. Отлично, остаемся. Сколько их там осталось будет? Мы их разбили вообще. В ноль просто. Наши бывшие жены тут опять восстания идут. Так, я думаю, что мы сейчас можем. Подержать их в осаде. Так, наверное, я сделаю. А, все, он готов мир заключить. Он сдается. Очень хорошо. Поднаемников мы можем сразу спустить сходу. Так, теперь нашего канцлера мы переставим. Улучшать отношения с Робертом. И самый главный вопрос теперь. Анжу до Юре в холодильнике герцогства. Я могу его узурпировать, но мне нужно больше денег для этого. Так что, теперь это займет очень много времени. Мы будем просто сидеть и тянуть, тянуть, тянуть время. Ничего страшного. Я готов потянуть. Так. Епископ Теобад из Хонт-Эвраут. Важно, что он будет лучшим придворным священником. 19. Вот, у 7. Да, он значительно лучше, поэтому... Улучшить отношения с ним. Так, пауза. Что такое? Наследство вассалов. Так. Ну, значит, у него наследник из другого государства. Хорошо. Значит, мы делаем... Так, мы заходим сюда. И назначаем ему преемника. Любого. Любого. Не знаю, как он будет этому. Все, проблема решена. Теперь, что такое? В Рене есть талантливый... Таункрайер, это как... Ээээ... Как же это? Как же это по-русски-то? В общем... Человек, который кричит на улицах... Эээ... Он... Он привлек... Внимание крестьян полностью захватил их... Мысли... Эээ... Эээ... Получим, по-собому, запломать. Отлично. Наши амбиции работают. У нас родился сын. Хорошо. Теперь... Ооо... У меня другой герцог. Я хотел поблагодарить вас за... Ваше... Управление. Вы меня вдохновляете. Сейчас... Внутрь в режиме. В общем, это самая большая часть. А у него есть? Мо... Сейчас я посмотрю... А у него есть ребята, хорошо. Я бы ему землю, но он бы так верно служит все эти годы. Но если я это сделаю, то я не смогу контролировать. Торговцы продают всякие разности, еду, одежду, экзотические специи, драгоценности, такие роскошные вещи, как стекло и драгоценные камни. В общем, они заполонили городскую площадь и все кругом их прилавки, они кричат. Значит, можно сказать, что есть некоторые вещи, которые мне надо купить и потратить 10 золота, получить трейды. Можно сказать, что я не люблю торговцев. Ну, их торгуют. Или можно сказать, что их запретили. Но если мы скажем, что мы их не любим, то можем стать стеснительными. Я рискую. И ничего, мы не стали стеснительными. У нас появился слабый помещенный памятник. Я поймал своего сына Гралана за терзаниями крысы. И издевался над животными. Можно сказать, пусть развлекается. Можно и выколочить из него дурь. Можно поговорить с ним о доброте. Можно просто помолиться о нем. Давайте поговорим с ним об этом. Возможно, он станет добрым. Но, похоже, его нет. Его братец гений. Это очень редко. Уж большая. Он классный. Почему всегда второй сын или даже третий сын лучше, чем первый? Так. Так. Епископ Шарль из Сан-Теннис Всем разболтал, в общем, о том, что я пытаюсь убить короля Франции, когда напился в таверне. Никогда не стоило ему доверять. И мнение обо мне уменьшается на минус 50. Войду не все равно. Я уже... Хотя сил за горы только увеличилось. У нас еще есть больше желающих. Давайте, давайте. Давайте еще людей. Давайте его замочим. Сколько можно уже. Порешим его. И все проблемы решатся. Сомнение Посмотрим что тут так будут. Вот так. Но согласен. Поседине Зее этот. Согласен. Посоедините. Но так... Вот, он же придворный, блин, священник, он должен просто, обязан что-нибудь там, зарулить. На выходе из церкви, я не знаю, там, выпрыгнуть из-за угла с кинжалом. Потому что, ну, это нужно как-то прекратить, эти разборки нужно прекратить, он должен умереть. Пока Франция не объединится, они не смогут противостоять Англии. Так. Опять против меня замышляет этот, опять граф из ванны, против меня, и хочет посадить бастарда, который стоит внутри линейного брака, у которого нет детей. Гениально. А, нельзя как-то, там, там, где-то здесь, здесь человек поддерживает. А я могу поднять. Там, кстати, нужно назначить вот сюда, чтобы иначе я основу не переживу. Опа. Смотрите, что это? Герцог. Оковитание. Ух ты. Как он? Разросся. Четыре герцога. У него были претензии, это племянник нашей бывшей жены. Вот. Он что-то как-то делал, но слабо движется. Просто, вот, с демпоралистовым временем. Ну, как тут война. 51% в сторону герцога Гольфри. То есть, король проигрывает. Ну, ничего страшного. О, мы повелитель. Моя миссия в Бетфорде уменьшалась успехом. Он улучшил отношение к нам на 40. Это успех. Теперь у нас 50. Хорошо. Теперь он, наверное, не будет все-таки быть финансативаемым. Давайте. все эти раздор вот здесь. А, нет, нет, нет. Это не обязательно было делать. Он же умер. Клейма-то больше нету. Вот я дура. дура его нельзя переставить. Жаль. Ну что ж, дела начинают вроде более-менее налаживаться. Тьфу-ть-фу. А, так. Очередное восстание, господа, с чем я вас поздравляю. Давайте тогда на этом серию закончим. И следующую серию мы дадим под зад коленом хорошенько. Так что, подписывайтесь, оставляйте комментарии. С вами был Михаил.